Добрый вечер! Это диалог на Щелковском. Мы работаем в прямом эфире. И позвонить в студию можно по телефону 7-11-40-7-11-50. Простите, 7-14-40-7-14-50. Сегодня общаемся с интересным гостем. Это Наталья Давыдова, начальник отдела камеральных проверок номер 3 по имущественным налогам. Добрый вечер! Добрый вечер! Тема у нас такая очень с вами интересная и немного непонятная. Особенно основной части населения. Все знают, что есть налоги, что их нужно оплачивать, оплачивать регулярно. И хотелось бы, наверное, в первую очередь поговорить о тех новшествах, которые в этом году поступили в налоговый режим. Давайте об этом. С этого начнем. В основном изменения в налоговом законодательстве по имущественным налогам коснулись двух налогов. Это земельный налог и налог на имущество физических лиц. Здесь есть несколько пунктов. Если мы возьмем общее, то есть земельный налог и налог на имущество физических лиц, то, во-первых, у нас с этого года возможность увеличения ежегодного роста налога по объектам может быть только на 10%. То есть о чем идет речь? К примеру, если в базе данных налогового органа есть сведения о кадастровой стоимости, которая была утверждена в предыдущий период кадастровой оценки земли или объекта недвижимости, к примеру, земельный участок 700 тысяч стоил на тот момент, а по новой оценке кадастровой он стоит миллион, естественно, по расчету налога у нас должно быть увеличение на 30% при поступлении данных о новой стоимости. Но ввиду нововведения в законодательство повышение налога, налогоплательщик, увидеть только на 10%. То есть это приятная новость для налогоплательщиков. Ну, вообще, да, что налог, в общем-то, не повысился, получается, да? Да. Следующее, что произошло в налоговом законодательстве, у нас появилось беззаявительный характер льготы для определенных категорий наших льготников. То есть это пенсионеры, инвалиды и многодетные. У нас идет информационный обмен соцзащитой, с пенсионным фондом. Мы получаем данные от них, об этих категориях граждан. И, соответственно, налогоплательщику не обязательно приходить писать заявление для получения налоговой льготы. Ну, естественно, я оговорюсь в том плане, что эти данные поступили в налоговый орган. Так как какие-то данные могут и отсутствовать у нас. То есть человеку не нужно конкретно самому идти за них, это делают определенные... Это касается также той ситуации, когда у налогоплательщика, например, присутствуют объекты не только в нашем районе или даже не в нашей области. И когда-то он заявлял льготу, допустим, в другом районе. Данные эти у нас есть, что он пенсионер. Соответственно, налог будет изначально исчисляться с учетом этой льготы. Предоставлять нам данных повторно не нужно. Что еще? А как этой льготой, собственно, воспользоваться? Ну, вы понимаете, если она уже есть в базе данных налогового органа, то писать заявление не надо. Все это автоматически рассчитывается при массовом расчете налога. Да, да, да. А вот если вдруг уведомление не получено налоговое? Здесь может быть несколько вариантов. Первый вариант – это у нас есть категория налогоплательщиков, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика. Соответственно, эти уведомления выгружаются туда. На бумажном носителе такие уведомления не направляются к таким категориям граждан. Поэтому нужно в первую очередь понимать, являешься ли ты пользователем данного ресурса. То есть все ушло в интернет, я так понимаю. Да, да. А вот люди старшего поколения как? Вы знаете, я хочу сказать, они активно пользуются этим личным кабинетом. Тем более, это очень удобно в каком плане. Всегда можно написать обращение, не приходя в налоговый орган. То есть там же вы можете и подать заявление на льготу, там же вы можете написать обращение, если вы не согласны с начислением налога, то есть вас не устраивает какой-то параметр этого расчета. И также электронно получить от нас ответ. То есть документально сегодня человек фактически ничего не получает? Может, да. Может, если он является именно пользователем личного кабинета, то да, здесь у нас идет уже электронный документ оборот с данными налогоплательщиками. А что делать с некорректной информацией в налоговом уведомлении, если тут такая ситуация произошла? Все сведения, которые поступают в инспекцию, они поступают в порядке 85-й статьи налогового кодекса, они поступают электронно из органов Росреестра и ЕБДД. То есть мы не являемся первоисточником данных для начисления налога. Все эти данные мы получаем из регистрирующих органов. Соответственно, если у налогоплательщика произошло отчуждение, а эти данные в базу данных не поступили к инспекции, то ему необходимо будет обратиться к нам с информацией о том, что отчуждение было, либо изменились параметры самого этого объекта. И, соответственно, налоговый орган будет проверять эту информацию. То есть на основании самого заявления налогоплательщика будут вводиться данные в базу данных и производится перерасчет налога, а именно будет идти уже наша работа с органами Росреестра или ЕБДД для того, чтобы уточнить те сведения, которые налогоплательщик отобразил в своем обращении. И, соответственно, если данные подтверждаются, то производится перерасчет налога, формируется новое налоговое уведомление. Или в том случае, если данный объект плательщику не принадлежал, производится перерасчет, и уже если нет начисленного налога, то уведомление просто не будет сформировано, а будет предоставлен ответ плательщику, что есть произведен перерасчет, и по плате ноль, так скажем. Ну, если я правильно поняла, что в любом случае каждый гражданин, каждый налогоплательщик, он в первую очередь должен понимать сам, интересоваться сам, в том числе с тем, как обстоят дела у него, непосредственно с налоговыми органами. То есть это личная ответственность, можно сказать. Конечно. Тогда, опять же, возвращаясь к первому вопросу о вот этих новшествах в налогообложении, может быть, еще о чем-то важно напомнить, сказать зрителям, жителям, чтобы они понимали, как сегодня в этой сфере быть, скажем так, на волне? Это даже не вопрос новшеств, это, в общем-то, вопрос, который на сегодняшний день утвержден законодательно, это уже не первый год. Мы говорим о том, что если налогоплательщик получает уведомление, и в нем не отражен какой-либо объект, который принадлежит этому налогоплательщику, а также он не является льготником, то налогоплательщик обязан, и это обязанность прописана в налоговом кодексе, предоставить сообщение в налоговый орган о наличии у него этого объекта. В противном случае предусмотрены штрафные санкции. Если данные об этом объекте налоговый орган получит сам, самостоятельно, то мы имеем право сделать перерасчет налога за три предыдущих года по данному объекту и начислить штраф в размере 20% от суммы исчисленного самого налога. А часто такие вообще истории происходят, если не секрет? Вы знаете, я хочу сказать, нет. Как правило, налогоплательщики, они сами обращаются к нам в инспекцию о том, что у них есть объекты, потому что сами понимаете, что для законопослушных налогоплательщиков им лучше получить данные о своем объекте, исчисленный налог, заплатить и, как говорится, спать спокойно. А вот льготные категории граждан, к ним относятся сейчас кто? Давайте так тоже обозначим налогоплательщиков. Вы знаете, у льготной категории граждан, они у нас все прописаны в налоговом кодексе. Собственно, это в любом случае, что касаемо земли и имущества, это инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной Герои Советского Союза, физические лица, кто относится к категории льготников по Чернобылю, многодетные также. Многодетные, да, все-таки тоже относятся. Ну, соответственно, только там в транспортном налоге у нас идет ограничение по количеству лошадиных сил автомобилей. То есть чем мощнее двигатель? До 150 лошадиных сил. Если двигатель больше, то, естественно, льгота не предусмотрена. Вот, допустим, чтобы понимать, налогообложение система, скажем так, она чем человеку-то выгодно? Вот, знаете, иногда такой вопрос. Вот я плачу налог, да, я вот налогоплательщик. А какой плюс для меня в этом? Вот банальный вопрос, да, почему я плачу государство, и мне это, чем мне это выгодно? Если мы будем говорить о местных налогах, то мы должны понимать, что из этого формируется бюджет нашего района, наших всех местных администраций. Это, соответственно, наше с вами освещение, наши с вами улицы, наши с вами парки, наши с вами дороги и любое другое, то есть то, что делает лучше жизнь в нашем с вами городе. Угу. Приходя вот к вам, да, вот непосредственно в налоговую инспекцию, вижу иногда, что людей много довольно-таки, да, и что люди обращаются. Как у вас это взаимодействие происходит, то есть насколько специалистов хватает, да, насколько вот в каждом профиле, я так понимаю, да, в каждом направлении работают специалисты? То есть на месте обязательно каждого человека направят, помогут, да? Конечно, в том случае, если при обращении налогоплательщика нет возможности у инспектора, кто ведет прием, сразу дать ответ по каким-либо вопросам, это, как правило, касается тех же действительно и перерасчетов, не поступивших сведений, то тогда принимается у человека заявление, которое обрабатывается в течение 30 дней, и налогоплательщик получает ответ на все свои вопросы. Ответ он получит всегда однозначно. Что хочется сказать, если говорить о имущественных налогах физических лиц, на первый год я, в принципе, всегда прошу налогоплательщиков, не ждите, когда вы получите уведомление. Потому что вот как раз большое количество народа скопления у нас начинается после получения уведомлений. Подать заявление на льготу, прийти, уточнить сведения о своем объекте, можно в течение всего года. То есть это, опять же, ответственность каждого налогоплательщика. Мы приглашаем весь год, но налогоплательщики начинают у нас активизироваться только после того, как получают уже уведомления. Соответственно, они где-то сами создают себе проблемы в том, что им приходится подождать. А вот такой момент, сейчас очень много таких вот вопросов у людей, которые берут ипотеку, квартиру в ипотеку, покупают дом в ипотеку. Ведь есть и, скажем так, налоговые так называемые возвраты. Налоговые вычеты. Да, вычеты. А что, наверное, немногие об этом люди знают, какие налоговые вычеты знают. То есть у нас люди узнают в первую очередь, что можно вернуть деньги. Да, если мы с вами будем говорить о том, что у нас очень много микрорайонов в последнее время возрастается, я вам хочу сказать, что нагрузка на налоговую орган очень сильно возросла. Именно с этим связано? Да, да. То есть люди активно? Да, покупаются квартиры, соответственно, заявляются вычеты, и объем таких плательщиков у нас каждый год все больше и больше. А вот банковские операции тоже с них можно получить? Соответственно, вычет каких-то нет? С банковских операций налоговой нет? Вычет вы можете получить только если у вас квартиру, вы покупали в ипотеку. Соответственно, когда вы платите проценты, данные проценты тоже подлежат вычету. Ну, смотрю, просто сейчас очень много людей задают вопросы по именно налогообложению. То есть людям стало интересно, собственно, с чего, откуда берутся налоги, во что они в дальнейшем складываются. А может быть, еще о каких-то изменениях нам важно рассказать все-таки в этой сфере? Что мы можем еще сказать? Вот с 2019 года у нас также по налоговому периоду 2018 года у нас хорошее подспорье для многодетных, потому что по федеральному закону им предоставляется вычет родителям именно, да, не детям, потому что у нас есть такие категории львотных граждан, если у нас по земельному налогу многодетные получают вычет по 6 соток на каждого члена семьи, то есть на родителей и на детей в том числе, то вычет по имущественному налогу, по налогу на имущество, он предоставляется родителям по количеству несовершеннолетних детей. У нас идет 5 метров квадратных по квартире на каждого ребенка и 7 метров на жилой дом. То есть если у человека трое детей, соответственно, помимо того вычета, который предоставляется на федеральном уровне, это 20 метров с квартиры, плюс еще 15 метров будет вычета. Довольно-таки приятная новость, да, помимо. Наверное, часто приходят мамочки, обращаются, да? Обращаются, да. У нас единственное, что на сегодняшний день, учитывая, что в уведомлениях пока в форме самого уведомления не предусмотрено отражение вот этих вычетов по метражу квартир и домов, у них очень много вопросов, они обращаются. У нас в настоящее время есть проект федерального закона, где будет изменена форма налогового уведомления, чтобы человек, получив уже этот документ, видел, что данные вычета ему предоставлены. Пока на сегодняшний момент это возможно проверить только с помощью калькулятора, то есть просчитав самому. Ну, личный кабинет налогоплательщика должен быть, наверное, у каждого гражданина, получается, в нашей стране. Вот так, если задуматься об этом. Если по-хорошему задуматься, то да. Но давайте мы с вами говорим о том, что у нас есть такие деревни, может быть, какие-то поселки, где, в принципе, интернета нет. И то, что мы говорим о пожилых людях, здесь тоже разные категории. У меня приходят, например, 80-летние бабушки с дедушками, которые соображают даже лучше, чем многие молодые. А есть, кто, в принципе, не подходил к этому интернету никогда. Но опять, о чем я хочу все-таки сказать. У всех вот этих категорий пожилых людей есть дети и есть внуки. И они вполне могут помочь своим родственникам все-таки разобраться и где-то подсказать, как этим воспользоваться. Ну да, все-таки современное поколение должно понимать, что есть такой момент ответственности. Да, и отправлять своих бабушек в инспекцию для того, чтобы она писала это все на бумажном носителе и разбиралась. Конечно, проще, когда вы ей поможете оформить какое-то обращение в инспекцию в электронном виде и получить ответ. И, собственно, чтобы пожилой человек успокоился. Потому что это самая такая категория наших граждан, которая волнуется очень сильно всегда. Со всем вопросом. Да, ну они просто очень действительно ответственно подходят к этому. Вот имущественный налог на землю. Скажем так, история, которая неоднозначно иногда воспринимается людьми. То есть люди боятся, что налоги будут расти. Ну действительно. Так мы вначале говорили о том, что вот оставили этот. Какова вероятность, что все-таки налоги на землю будут расти вот сегодня? И что сегодня должен понимать человек, который приобретает землю? Я хочу сказать, что проведенные предыдущие у нас кампании по кадастровой оценке, может быть, вы и сами слышали, по области говорили о трех районах, в том числе о нашем, что кадастровая стоимость земельных участков существенно отличается от рыночной, причем не в лучшую сторону. На сегодняшний день я могу сказать, что была кампания в 2018 году, и в следующем году у нас уже будет применяться та кадастровая стоимость, которая утверждена в ноябре 2018 года. Она уже достаточно адекватна, она приближена к рыночной, и у многих кадастровая стоимость участков упала практически в два раза. То есть, да, там прошел уже такой перерасчет довольно существенный. Ну и опять-таки будем говорить, что в основном, то есть, вот это подспорье шести соток, оно очень большое. У многих же у нас участки не такие большие, но те же пять-шесть соток. Поэтому здесь достаточно льготные моменты такие приличные. Но тут подразумевается именно налог на саму землю, на вот... Да, да. То есть ни на что другое. Нет, только на землю. Ну вообще, вот как думаете, наш округ, вот так наблюдая, скажем так, с точки зрения налогового климата, благоприятен? Да. Чем? Чем? Ну помимо того, что у нас здесь предприятие, да, помимо того, что мы здесь, в общем-то, так активно стараемся развиваться, в чем еще вот привилегия, скажем так, у нас есть? Привилегия? Я хочу сказать, если мы будем говорить об организациях, то у нас же все-таки есть, конечно, не на муниципальном уровне, а на областном уровне определенные подспорья для предпринимателей. Но здесь есть определенные категории, я вам сейчас их не смогу перечислить, что где в бизнесе при подаче определенных документов, то есть предоставляются определенные льготы и на развитие в том числе. То есть преференции есть? Да, но единственное, что здесь условия, конечно, просто так эту льготу не получить. Здесь идет опять-таки вопрос о том, что те средства, которые освобождаются, они должны идти именно на развитие бизнеса. То есть это есть такой момент, что обязательно нужно? Есть, есть. Это можно зайти на сайт правительства Московской области и посмотреть условия, по которым можно получить данные субсидии или льготы. То есть все-таки налоги должны идти обязательно в развитие? Конечно. Ну, знаете, невольно почему-то вспоминается, может быть, оно так как-то в тему, мультик Чиполина, знаете, такой замечательный наш, хороший мультик очень. Но там все это, конечно, утрировано, да, вся эта история с налогами, но все-таки какие налоги ожидают нас в будущем? Вы можете примерно так сказать, ну, хотя бы, какую-то перспективу? Мультик не смотрела. Нет, по произведению неизвестное, там оно, я говорю еще раз, да, утрированная форма вот этих вот моментов налоги на то, на то, на то. Но я понимаю, что сегодня мы живем в такой системе, в такой структуре, где это необходимо платить налог, и это все, в общем-то, действительно идет в развитие и должно помогать в итоге людям, да, и бизнесу, и обычным физическим лицам. Просто хотелось бы понимать, да, насколько сегодня налоговая база, она пополняется и в перспективе какие налоги, возможно, будут вводиться здесь хотя бы даже в округ. На сегодняшний день вопросов о том, чтобы ввести какие-то еще новые налоги, не стоит. У нас был введен налог по самозанятым. Ну, это, кстати, мы, да, обязательно об этом поговорим, потому что очень интересная тема, экспериментальный налог для самозанятых, для людей, которые занимаются профессиональным, профессионально занимаются, но в домашних, скажем так, условиях, да, и я думаю, что вот про имущественные моменты, мы, наверное, вот уже сказали, очень важные, да, вещи, что действительно налоги на землю не будут повышаться, что все-таки все налоги у нас, они, скажем так, отправляются на развитие, да, на... Ну, мы сейчас будем говорить о том, что, в принципе, на сегодняшний день эти налоги, они адекватны, то есть ситуация какая есть. Опять я вам говорю, что это все-таки формирование бюджета, от которого зависит нам вот вся окружающая нас жизнь. Ну, нам здесь жить, нам здесь платить налоги, и к этому надо относиться с пониманием и, в общем-то, понимать, что мы ответственны, собственно говоря, и перед собой, и перед округом, ну, и перед налогами, которые неизбежны. Мы прервемся на небольшую рекламу, после обязательно продолжим, не переключайтесь. Мы снова в студии и продолжаем разговаривать на тему налогообложения. А на этот раз с еще одной гостью. Это Альбина Зинурова, заместитель начальника отдела работы по налогоплательщикам. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, с вами поговорим об очень интересной теме, экспериментальной теме налога на так называемую профессиональную деятельность или налога на самозанятость. Что это такое? Расскажите. Это экспериментальный налоговый режим, который так и называется – налог на профессиональный доход. Он был введен в действие с 2019 года федеральным законом 422. Что это такое? То есть это не отдельный налог, это налоговый режим, который призван помочь нашим гражданам облегчить их процедуру уплаты данного налога. В этом законе, я вообще призываю этот закон читать буквально. То есть то, что в этом законе не прописано, значит этого нет. В этом законе есть четкий ясный перечень тех видов деятельности, которые не имеют права применять данный налоговый режим. То есть, соответственно, есть перечень запрещенных и перечень тех видов деятельности, которые имеют право применять данный налоговый режим. Мы можем говорить, что это за деятельность? Ну, например, да, деятельность. То есть это любая деятельность, которая не запрещена данным законом. Ну, например, вот вы физическое лицо, то есть, например, вы печете вечером торты, или вы оказываете какие-то услуги, там что-то... Маникюр делаете. Маникюр, да, вот и так далее. Или вы таксист, например. То есть здесь надо вот этот закон читать буквально. То есть вы берете закон, вы его читаете, там есть этот перечень, бедр деятельности. То есть есть определенные понятия, профессиональный доход, да? Я так понимаю. В данном случае, да, в данном контексте вот этого закона, вот что такое профессиональный доход? То есть это тот доход, который вы получаете за оказанные вами услуги. Вот как раз по этому налогу на профессиональный доход. Ну, вот, например, вы оказали вот услугу, например, там вот... Ну, и спеклатор. И спеклатор, да. То есть вы заработали 10 тысяч. То есть в данном вот контексте вот этого закона эти 10 тысяч – это ваш налог на профессиональный доход, от которого вы заплатите 4%, если вы оказали вот эту услугу физическому лицу. Как я могу заплатить? Как вы можете это заплатить? Ну, во-первых, здесь надо начать с самого начала. То есть вот чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, вы должны зарегистрироваться. Как это сделать? Во-первых, вам для этого не надо посещать инспекцию налоговую. Вы можете это сделать тремя путями. Существует наш официальный сайт Федеральной налоговой службы налог.ру. То есть там есть целый раздел «Налог на профессиональный доход». Чтобы зарегистрироваться через сайт, вам для этого надо один раз обратиться в налоговую инспекцию, в любую, на всей территории Российской Федерации, которая принимает физические лица. И получить там доступ в сервис «Личный кабинет налогоплательщика». То есть вы там получите логин и пароль, первичный пароль, чтобы вы туда вошли. Далее вы заходите в этот раздел «Налог на профессиональный доход». И с помощью этого личного кабинета налогоплательщика вы можете там зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход. Другой метод. С использованием этого сайта вы можете скачать официальное мобильное приложение, которое выглядит вот так. Оно называется «Мой налог». Или работать через это приложение. Там процедура идентичная. То есть вы там регистрируетесь. Если вы регистрируетесь через мобильное приложение, вы туда закачиваете скан вашего паспорта, делаете фото. То есть если вы там проходите вот эту всю проверку, все, вы зарегистрировались. И вы можете дальше уже работать как плательщик налога на профессиональный доход. Основные особенности там заключаются в чем? То есть каждый раз, когда вы получаете деньги, то есть ваш доход от оказанных услуг или от продажи услуг ваших, работ там каких-то выполненных, вы вводите в это данное, в это приложение эту сумму. То есть вы оформляете чек. Как только заканчивается отчетный месяц, по сроку 12-го числа вы получите от инспекции налоговой квитанцию на уплату данного налога. И по сроку 25-го числа следующего месяца вы оплачиваете этот налог за предыдущий месяц. То есть я смотрю, даже преподаватели, которые дома могут заниматься часто преподавательской деятельностью. К примеру, вот здесь вот на слайде, да, вот мы видим в данном случае вот этот чек, который был выписан за занятие по информатике. То есть это тоже вот получается профессиональная самозанятость, да, и педагоги должны в общем-то тоже в итоге регистрироваться. Человек, который получает дополнительный доход, да, вот скажем так. То есть все, вот еще раз я повторю, что все виды деятельности, которые разрешены данным законом для применения налога на профессиональный доход, то есть эти люди вот имеют право зарегистрироваться и платить этот данный налог. Мы говорим о нем как о некоем эксперименте, да, он проводится в нескольких регионах, экспериментальный. В каких регионах проводится, и может быть уже есть какие-то... В 2019 году этот эксперимент проводится на территории четырех субъектов Российской Федерации. Это Москва, это Московская область, это Республика Татарстан и Калужская область. С 2020 года законодателям там уже добавлен ряд других субъектов Российской Федерации. После Нового года их будет около 20. Также законодателям планируется изменить перечень видов деятельности. Но пока мы еще не знаем, что там будет именно. А кто вправе применять налог самозанятым? Кто вправе применять налог? Во-первых, это физические лица. То есть, но не только... Это касается не только граждан нашей страны, это касается граждан тех стран, которые входят в Европейскую ассоциацию стран ЕАИС. Это Россия, это Республика Беларусь, это Армения, это Киргизстан и Казахстан. То есть, граждане вот этих пяти стран, которые входят в это европейское сообщество, имеют право, если они осуществляют деятельность на территории вот этих четырех субъектов перечисленных, они имеют право зарегистрироваться и платить данный налог. Если они работают и ведут эту деятельность на территории этих четырех субъектов в 2019 году. А в самой налоговой инспекции как зарегистрироваться? В самой инспекции вы не зарегистрируетесь никак. 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 Это только в электронном виде. Само введение вот этого режима именно призвано, чтобы облегчить нашим гражданам вот эту процедуру, чтобы без визита в инспекцию вы перегистрируетесь и работаете, и платите налоги в электронном виде. Ну, тема-то такая, знаете, недаром это эксперимент. Насколько человеку выгодно быть самозанятым и платить с этого налог? Вот почему, скажем так, я задам себе вопрос, почему я должна печь дома торты и при этом все-таки быть в базе налогообложения? Почему я должна стать самозанятым? Ну, здесь надо понимать, что когда человек вступает в предпринимательскую деятельность, то есть раньше для этого люди регистрировали ИП, то есть... Индивидуальное предпринимательство. Индивидуальное предпринимательство, да. Раньше такого режима не было. То есть там были определенные перечени налоговых режимов, которые ИП имел право применять. Ну, например, вот упрощенная система. То есть в этом случае человек платил, во-первых, налог по 6% по упрощенной системе налогообложения и плюс к этому обязательные страховые взносы, которые подлежат перечислению в пенсионный фонд и в медицинский фонд. То есть это все было обязательно. У граждан, которые регистрируются в этом году как плательщики налога на профессиональный доход, такой обязанности нет. То есть обязанности регистрировать ИП, платить вот эти взносы за ними нет. То есть в данном случае они платят только налог на профессиональный доход. Но здесь есть еще такой нюанс, что если, например, человек работает с экспортом, у него там есть обязанность платить определенный вид НДС. Ну, это такой нюанс. Вот те, кто занимается экспортом, вот они это знают. Основная масса населения, вот те, кто просто оказывает услуги соседям, гражданам, вот у них останется только вот этот налог. Налог на профессиональный доход. Сколько это получается? Процентов? Какой размер налога? Если вы оказываете услуги физическим лицам, это 4%. Если юридическим, это 6%. А выгоднее все-таки быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым? Ну, мне кажется, здесь каждый гражданин должен это выбрать для себя. То есть, во-первых, например, в режиме самозанятый, то есть в режиме налог на профессиональный доход, там есть ограничение по полученному доходу. То есть это 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. То есть если человек зарегистрировался как плательщик налога на профессиональный доход и его доход превысил этот лимит, он теряет это право. То есть человек обязан будет с того месяца, когда он потерял это право, он обязан будет в течение 20 дней перейти на какой-либо из других налоговых режимов. То есть интересно все это получается. 2 миллиона 400 тысяч рублей. Превышает, вы уже не самозаняты, получается, да? Да, такой закон. Есть такой момент. Ну вот, может быть, есть какие-то результаты уже? Где эта, скажем так, практика прижилась, может быть, где она уже действует? Насколько люди откликаются на это? Люди откликаются. Люди у нас постоянно приходят с вопросами. Эта тема очень животрепещущая. По состоянию за 9 месяцев 2019 года, например, в Московской области уже зарегистрировано более 44 тысяч таких граждан, которые встали на учет как самозанятые, то есть как платильщики налога на профессиональный доход. У нас приходят люди с вопросами на личный прием. Очень большое количество вопросов поступает от тех, кто работает, например, это таксисты. То есть, например, это люди, которые оказывают услуги по ремонту, по что-то вот такое своим соседям, своим знакомым, своим гражданам и так далее. Насколько я знаю, грядет 2 декабря. 2 декабря – это у нас единый срок уплаты имущественных налогов. Что такое имущественные налоги? Это земельный налог, это налог на имущество и транспортный налог. Это касается физических лиц. Но для самозанятых в этом плане? Нет, это как бы разные налоги. То есть, вот имущественные налоги – это то, что вы платите как собственник чего-либо. То есть, вот у вас есть машина, вот вы за нее платите налог. Налог на профессиональный доход – это налог, который вы платите от ваших полученных доходов. То есть, здесь… От оказания, да, от каких-то услуг, от реализации товаров. Это немножко разные налоги. Все-таки, знаете, интересно, насколько это будет и в нашем округе в том числе применяться, и насколько люди будут на это откликаться. Потому что я знаю, что очень активно у нас стал развиваться малый бизнес, сдая индивидуальные предприниматели, и насколько люди пойдут на налоговый режим вот этот, будет очень интересно. Вы знаете, люди интересуются очень активно. То есть, мы проводим информационную работу на постоянной основе. У нас идут информационные публикации. Они у нас идут по всем местным СМИ, на сайты администрации. Мы выступаем на семинарах. Мы проводим эти семинары в администрации городов, например. Мы раздаем листовки. Мы раздаем эти листовки во всех местах, где есть, ну, скажем так, крупное скопление граждан. Это, например, в МФЦ, в управлении соцзащиты. То есть, это могут быть торговые центры. Мы постоянно проводим информационные акции. Вот, например, в нашем торговом центре «Глобус», вот, в Щелковом, в торговом центре «Рось». Судя по тем вопросам, которые задают наши граждане при личном приеме, люди в курсе этого налога интересуются активно, задают нам эти вопросы. А декларацию, вот, к которой уже все привыкли, необходимо предоставлять? Нет, там нет. Отчетности там не предусмотрены. То есть, тот человек, который отработал весь вот календарный год, если его доход не превысил вот этот лимит, 2 миллиона 400 тысяч, если человек добросовестно отоплачивал все выставленные ему налоги, больше там никакой отчетности нет. Он свои вот обязанности вот этими действиями исполнил. Так все-таки давайте, может быть, еще раз уточним, какие профессии считаются вот самозанятыми, если можно, сейчас, чтобы вы понимали, помимо домашних... Там нет такого перечня вот именно... Нет. Там нет перечной профессии. То есть, там есть вот перечень. Во-первых, вот, если... Я вот еще раз призываю наших граждан читать данный закон буквально, потому что это экспериментальный науговый режим. То есть, то, что там вот написано, то, что не запрещено вот этим законом, вот, значит, это не запрещено. Например, если человек перепродает готовые товары, вот та самая наша вот розничная торговля, вот, этот человек не сможет применять данный режим. Если человек занимается продажей акцизных товаров или товаров, которые подлежат обязательной маркировке, то есть, вот, это четкий ограниченный перечень тех видов деятельности, которым запрещено применять данный режим. Если вы проходите все вот эти вот ограничения, то есть, если в законе не предусмотрено вот каких-то любых других и прочих ограничений, значит, ваш вид деятельности подпадает под этот режим. А вот эксперимент, он какими годами ограничен? То есть, когда этот эксперимент закончится, уже станет налогом? На сегодняшний день это 2019 год. То есть, вот, пока вот в этом году вот этот налог работает на территории четырех субъектов Российской Федерации. Со следующего года это уже распространится еще на 20 субъектов. Давайте еще раз, может быть, вот, я решила заниматься, вот, я решила стать самозанятой, да, вот, решила вечером вязать какие-то там вещи на заказ. Что мне нужно сделать, чтобы стать налогоплательщиком? Во-первых, вам надо им зарегистрироваться в качестве плательщика, налога. Для этого я завожу себе какой-то кабинет. Для этого что вам надо? Если у вас уже есть доступ в этот сервис, личный кабинет налогоплательщиков, то есть вы можете зарегистрироваться с использованием этого личного кабинета или через официальное мобильное приложение «Мой налог». Если у вас есть еще вариант номер три, то есть если вы зайдете на наш сайт, там есть перечень кредитных организаций, то есть это банки, вот, например, с которыми вы можете заключить договор. И тогда вот этот банк, да, будет исполнять роли, ну, скажем так, вот, агента вашего, вот, агента, и все вот эти вот операции по перечислению налога будет исполнять за вас. Понятно. Ну, я думаю, что интересно это, наверное, будет тем, кто сегодня дома занимается бизнесом и подумает хорошенько становиться ли самозанятым. Но в любом случае, вот, опять же, да, чтобы человек это понял, чтобы человек, наверное, как-то к этому расположился, какие преференции у этих людей будут, вот, вот, если они станут самозанятыми и зарегистрироваться в налогово, вот, в этом приложении. Ну, данный налоговый режим, он направлен, в первую очередь, на то, чтобы облегчить нашим гражданам вот эту саму работу по начислению и перечислению налоговый бюджет. То есть, вот, как я уже сказала, человеку, во-первых, не нужно посещать инспекцию налоговую, во-вторых, это налоговая ставка. То есть, она на сегодняшний день, это самая низкая вот ставка для подобного рода налогов для физического лица. Это 4%. Я понимаю. Ну, человек, допустим, говорит, ну, слушайте, я вот сам получаю эту прибыль, да, от своих тортов, и, в общем-то, меня это устраивает. Ну, вот, логически, да? Ну, так все-таки, это что человеку? Человеку возможность дать? Просто стать налогоплательщиком собственного бизнеса. Я понимаю. Человек станет плательщиком. Ну, вообще, любой человек, вот, который вступает в этот путь, вот, ведение предпринимательской деятельности, вот здесь вот надо понимать, что такая деятельность, она не ведется просто так. То есть, или вот человек зарегистрируется по какому-то виду деятельности как индивидуальный предприниматель, или вот у него есть выбор стать плательщиком налога на профессиональный доход, если его вид деятельности подпадает под разрешенные виды деятельности в этом законе. Ну, знаете, есть такой еще момент, люди берут иногда кредиты под бизнес какой-то, да? То есть, в банки обращаются, взять кредит. Ну, допустим, ей нужно дома поставить швейную машинку, которая будет, ну, и она берет кредит. Это как-то дальше учитывается? Можно как-то документы? В этом налоге вот есть такой вот момент. То есть, это налог именно, который, считается от полученного дохода. То есть, вот сколько человек получил от заказчика в оплату за свои оказанные услуги или реализованные товары, вот это считается его полученный доход. То есть, налог, вот те самые 4% будут считаться именно от полученного дохода. Данным законом не предусмотрено, чтобы эти доходы уменьшать на сумму расходов. А где-то такой еще экспериментальный режим проводился, ну, не в России. Вы не знаете таких примеров? Я только у нас. Именно вот под таким вот названием налог на профессиональный доход я такого не читала, честно говоря. То есть, решили просто вот так посмотреть, да, как у нас люди... Периодически, да. Вот у нас водятся вот такие режимы. Вот если помните, вот у нас несколько лет назад у нас был вот знаменитый налог с продаж, который применяли. Но это физических лиц не касалось. То есть, мы с вами вот как граждане, вот в данном случае, вы просто были как платильщики данного налога. Мы покупали вот эти товары и платили данный налог. А в данном случае, вот сейчас, то, что мы с вами вот разговариваем, это касается именно физических лиц, которые получают дополнительные доходы. Ну, мне хочется надеяться на то, что этот эксперимент, даже если при любом, да, скажем так, развитии, будет все-таки людям, ну, в пользу, если такое возможно, да, от этого, то хотелось бы до конца понимать, во что этот эксперимент, так сказать, выльется. Может быть, люди поймут, что действительно проще заниматься собственным делом, платить небольшое отчисление, да, чем становиться индивидуальными предпринимателями, да. Здесь, наверное, сравнение какое-то важно, да, чтобы человек понял, где ему выгоднее, где ему... Да, вот здесь важно, да, вот здесь вот есть вот такой очень важный вот момент. То есть если человек, вот, например, вот работает вот на какой-то наемной работе, а вечером он получает вот эти вот дополнительные доходы, то есть в данном случае человек не волнуется, что его основной работодатель, за него, ну, вот, например, вот как вот за всех нас, вот, перечисляются те самые страховые взносы, пенсионный фонд. То есть у человека идет официальный стаж, официальные вот эти перечисления пенсионный фонд, это его будущая пенсия. Если человек действительно работает только как плательщик налога на профессиональный доход, и он не предприниматель, но мне кажется, здесь этому человеку надо сделать самостоятельный выбор. То есть сейчас, вот, насколько я знаю, у пенсионного фонда тоже есть такие программы, которые призывают людей вот вносить эти взносы добровольно. Мне кажется, в данном случае, если для человека вот эта тема важна, он может, ну, как-то там вот заключить эти договора и вносить вот эти взносы в счет своей будущей пенсии, позаботиться о своем будущем самостоятельно. Вот в ипотечной истории учитывается ли, допустим, требует справку о доходе? Да, ну, вот, подъявите, пожалуйста. Учитывается ли вот этот налог, учитывается ли то, что я вот таким образом работаю? Да. Те граждане, которые являются платильщиками налога на профессиональный доход, они получают официальный доход, от которого они платят официальный налог. Вот в этом приложении есть предусмотрено получение вот этой самой справки о полученных доходах. Там эта справка выходит именно с синей печатью, то есть вот она имеет точно такую же силу, как и справка на бумаге. То есть человек может ее вот распечатать, и организации кредитные должны эту справку принимать. Она является официальным документом. Ну, если у меня все-таки возникнет вопрос, и я захочу прийти вот непосредственно в налоговый орган, обратиться к вам, чтобы вы помогли мне разобраться, насколько мне это выгодно, насколько, да, вот я просто обычный, как обычный человек. Помогут? Конечно, помогут. Мы помогаем каждый день. Вот я сама лично вот сижу на приеме, у нас этот вопрос по данному режиму, вот это практически вот каждый третий наш посетитель. То есть если вот у человека вот какой-то нюанс, вот который ему непонятен, он может прийти вот в инспекцию нашу, конечно, мы ему все подскажем, мы все расскажем. Это очень приятно. Знаете, все-таки непростая эта тема, с одной стороны, а с другой стороны довольно-таки простая. То есть, опять же, возвращаясь к моменту, нужно обязательно смотреть, слышать, слушать, понимать, что происходит у нас, да? Интересоваться. Интересоваться, да, потому что темы действительно разные. Вот видите, и эксперименты, оказывается, у нас проводятся в этом направлении. Поэтому, наверное, я вас хочу поблагодарить в первую очередь за то, что вы сегодня и ваши коллеги, вы пришли сегодня и с нами пообщались. Может быть, где-то эти темы, они очень своеобразные, да, и, наверное, может быть, не все ими так интересуются, но все-таки они важны, и говорить о них важно, потому что мы действительно живем в одном округе и в одной большой стране, где все должны все понимать. И если возникают, наверное, какие-то вопросы, и не боятся их задавать, не боятся их обсуждать, и приходить, в том числе, вот в профильные учреждения, где им помогут, где им расскажут. Поэтому я вас благодарю за то, что вы сегодня рассказали об этом очень важном моменте. Пожелать, чтобы в любом случае все понимали, что важно заплатить налоги до определенного времени, до определенного числа, чтобы никогда не возникало ни у кого никаких проблем, и, соответственно, чтобы наш округ и наши жители развивались, и все было у нас хорошо, в том числе за счет грамотного... Тем более данный налог, вот эти поступления, они как раз вот и идут в региональный бюджет, то есть это вот как раз вот и определенные подспорья, да, вот нашим органам власти. Ну, хотелось бы, чтобы это подспорье и для наших... Для наших, да, вот региональных и местных наших бюджетов. Вот, хотелось бы, чтобы это все и в нашу пользу тоже всегда было. Поэтому я вас благодарю за содержательную беседу, о наших зрителей, призываю обязательно интересоваться тем, что происходит вокруг, ну и в том числе не забывать, что налоги, они обязательно должны быть уплачены вовремя, чтобы не возникало никаких проблем. Я желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире.